Доброе утро! Сегодня мы разберём, что такое вообще земля и наша, как говорится, где мы находимся. Вот говорят, там земля плоская, или там земля шар, всё это враньё. На самом деле, сейчас я вам покажу, что где мы находимся, вот это всё, как раз вот этот вариант, всё сходится. Итак, земля у нас будет, земля у нас будет, яйцо, вот, наблюдайте. Вот это вот, вот это значит, сама земля, это желток, видите, зародышевый диск. Вот, дальше, вот это вот атмосфера земли, воздух. Это белок, вот белок. И дальше идёт подскорлуповая оболочка, вот это вот, и дальше скорлупа идёт. Вот здесь вот мы и живём, вот это вот. Белок, это у нас тут атмосфера, воздух. С белка вот сюда выпадают осадки. И вот тут вот держится это всё халазами, халазами держится. Вот тогда всё понятно, поэтому вылететь в космос мы не можем. Вот это вот оболочка, видите, тут оболочка. То есть, на самом деле мы находимся в яйце. Человечество находится в яйце. Вот оно яйцо. Ну, типа куриного, может оно не такое точно. Вот, типа куриного яйца. Человечество находится в яйце. А это яйцо где-то, скорее всего, где-то лежит. И солнце, это может быть даже, как это называется, инкубатор даже. Может быть инкубатор, это точно не знаю. А солнце-то лампа, и вот светит эта лампа. Освещает-то яйцо. А там эти стоят те самые специальные, значит, приспособления. Яйцо поворачивается и вот так крутится. То есть, или, может быть, просто это яйцо лежит на земле где-то. То есть, размеры Земли настоящей, Вселенной, они могут быть, как говорится, в миллионы раз больше. И вот мы в яйце. Потому что, как говорится, так же и атомы состоят, и ядро оболочка. То вот ядро, значит, земля. И вот это самое. Питательный белок. Это у нас воздух. Из белка тут же идёт и вода, и это всё испаряется. Поднимается наверх. И дальше не проходит, потому что тут, тут. Под скорлуповая оболочка первая. Под скорлуповая, если пробить, тут будет оболочка скорлупа. Если мы пробьём скорлупу, то у нас вылетит это всё. Белок вытечет. Белок вытечет у нас. Белок вытечет. И мы останемся, как говорится. Помрём все. А мы, кто такие мы? Мы микробы. Типа микробы, которые на яйце вот живут. То есть мы, типа микробы, мелкие существа. Скорлупа, и мы вот наши вот это вот, как говорится, мы вот суетимся там, то всё делаем. В итоге мы должны родить цыплёнка. То есть, когда закончится наш процесс, скорлупа поломается и вылупится какой-то цыплёнок или там может быть цыплёнок динозавра или ещё существа, которые там в миллион раз больше, чем человека. То есть, вот эта теория, как я считаю, верная. То есть, мы живём в яйце, и тогда уже всё понятно становится. Почему воздух не уходит? Почему воздух, который наверх идёт с земли, вот наверх, вот этот белок, не выходит? Не такое непритяжение нету, а просто вот тут скорлупа его держит. То есть, мы живём в яйце. И вот это всё, как говорится, всё, что происходит в яйце, оно тут происходит, процесс беспрерывный. То есть, то, что мы сжираем, то, что мы высираем, оно всё опять превращается в питательное вещество и растёт, растёт плод. То есть, мы выращиваем плод. Ну, так как там, допустим, у них два месяца, так как там другое измерение, там миллионы раз, то эти два месяца, которые там, или месяц, который яйцо высидывается, смотря какое яйцо, некоторые месяцы, некоторые два, некоторые там, неделю, даже, может быть, неделя там, допустим. Эта неделя нам кажется, как миллионы лет. То есть, наша цель вот эта вот, то есть, мы, как говорится, просто микробы, которые, значит, с помощью нас яйцо, значит, растёт. И в итоге, мы все погибнем тогда, когда, то есть, мы не погибнем, мы превратимся, значит, все люди планеты Земля, всё наше яйцо и белок, мы все превратимся в какое-то существо, в единое. То есть, мы, это нужно понимать, что люди Земли, мы единое целое. Да. То есть, тут ещё есть вот воздушная у нас подкладка, видите, с этой стороны. То есть, отсюда воздух ещё подаётся. Вот. То есть, белок, это у нас и есть воздух. Вот мы и дышим, это и вода, и воздух, это всё здесь, вот тут вот воздух, и вода всё смешивается. В основном состоит из белка и вот твёрдь, желток. И здесь, в желтоке мы ползаем здесь, летаем вот так самолётами, по белку улетаем. То есть, вот эта теория, я считаю, верная. То есть, мы, планета Земля, это находится в яйце, это желток, а белок это атмосфера, воздух и вода образуются из белка. То, что мы дышим, образуем микроорганизмы там, то есть, всё, процесс роста плода. И в итоге мы станем вот, в итоге всего этого, мы не можем умереть. То есть, мы отмираем, если мы умираем, мы опять превращаемся, значит, в какие-то, опять превращаемся в какие-то, значит, микроорганизмы, которые вот тут вот обнажаются. То есть, мы как бы большие, но для этих великанов мы микроорганизмы. Вот это вам и хотел сообщить, что они. То есть, теория того, что земной шар, это, значит, находится в яйце, то есть, наша цивилизация находится в яйце. Большое яйцо динозавра какого-то гигантского, которое миллионы раз, то есть, другое измерение там совсем. Мы, на самом деле, мелкие микроорганизмы, которые там, наша жизнь связана с тем, что мы производим энергию, энергию питательного вещества, чтобы вырастить там цыплёнка какого-то, который миллион раз нас больше, или кого-то динозавра, или ещё какое-то чудо-юдо там, непонятно чего. Очень яйцо мы. На этом заканчиваю. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.